Всем привет! С вами Валентина и сегодня я хочу предложить вашему вниманию моей идеи экономного меню на два дня на семью из четырех человек, два из которых взрослых и два ребенка, школьник и дошкольник. Давайте разберем закупку продуктов. Мясо свинина 500 грамм, рыба ментай, здесь чуть больше 1 килограмма, яйца 10 штук, молоко 2 литра, пшенка, репчатый лук, хлеб и 2 килограмма картофеля. Также в своем меню я буду использовать продукты, которые у меня были в наличии. Это мука, подсолнечное масло, сыр и сливочное масло. С ценами на продукты, а также с подсчетом использованных продуктов по количеству и граммам и итоговой стоимостью меню вы сможете ознакомиться в описании под видео. На завтрак сегодня приготовим омлет с сыром. Для этого замачиваем 50 грамм белого хлеба в молоке. После того, как он разбухнет, разминаем его вилочкой. В отдельной емкости разбиваем 3 яйца. Перемешиваем и отправляем их к хлебу. И снова хорошо перемешиваем. Также добавляем 50 грамм натертого на крупной терке сыра. Солим по вкусу, но имейте ввиду, что сыр тоже соленый. И добавляем немного молотого перца. Перемешиваем и отправляем на разогретую сковородку с добавлением подсолнечного масла и жарим под закрытой крышкой на медленном огне, как обычный омлет. Получилось очень вкусно, как сырная лепешечка. А на обед сегодня приготовим домашние пельмени. На мой взгляд, пельмени это универсальное блюдо, которое можно кушать на завтрак, на обед и на ужин. Давайте приготовим тесто. В емкость просеиваем муку. Примерно нам понадобится 3 стакана муки. В моем стакане 250 миллилитров, но для начала просеиваю 2,5 стакана. А потом будем подсыпать муку по мере необходимости. Делаем середине углубления. Наливаем туда примерно 100 миллилитров теплой кипяченой воды и также примерно 100 миллилитров теплого молока. Добавляем одну неполную чайную ложку соли и разбиваем одно яйцо. Перемешиваем. Как только тесто схватилось, начинаем замешивать руками. Если видите, что тесто сильно липнет к рукам, добавьте еще муку. Перекладываем тесто на любую удобную для вас поверхность. Также немного припыляем мукой. После делаем дырочки в тесте и наливаем одну столовую ложку подсолнечного масла, чтобы тесто не взяло много муки и не забилось. И снова замешиваем до тех пор, пока тесто не станет мягким и эластичным. Минут 5 вымешивайте. Вот такое тесто у нас получилось. Отправляем его отдохнуть минут на 30-40. А пока займемся начинкой. Фарш я уже прокрутила. Добавляем в него натертый крупной терке лук, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. После добавляем поочередно холодную воду для сочности фарша и еще раз вымешиваем. Готовое тесто делим на 4 кусочка. Раскатываем в тонкий пласт первую часть теста, припыляем мукой и отправляем на специальную форму для пельменей. Форму тоже припылите мукой, чтобы перемешки лучше отошли от формы. И выкладываем небольшое количество фарша в каждую ячейку. Накрываем второй частью раскатанного теста и проходимся по нему скалкой. Переворачиваем форму и пельмешки у нас сами начнут отходить от формы. Если нет, то помогите им. Готовые пельмешки выкладываем на любую поверхность с мукой. А со второй частью теста делаем все то же самое. Так как у меня осталось немного фарша, из обрезков теста я налеплю пельмени вручную. Раскатываем руками тесто тонкой колбаской и нарезаем желательно на ровные кусочки. Каждый кусочек обваливаем с обеих сторон в муке, чтобы не прилипали и раскатываем тонким кружочком. Выкладываем на тесто немного фарша, соединяем с обеих сторон по шву и вот так заворачиваем хвостик внизу, как шляпка получается. Итак, продолжаем дальше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой способ лепки пельменей используете вы? Первый или второй? В итоге у нас получилось 89 пельмешек. Теперь пошлите варить. Надо же попробовать. В кипящую воду добавляю соль по вкусу, лавровый лист, черный перец горошком и отправляем пельмешки. Перемешиваем. Доводим до кипения и варим на умеренном огне 5 минут. Пельмешки буду кушать с бульоном, так как суп в этот раз я не стала варить. И добавляю черный молотый перец по вкусу. Ммм, вкусно! На ужин приготовим ментай с картофельным пюре. Рыбу я уже хорошо почистила. Нарезаем ее на порционные кусочки. Лук режем полукольцами. Выкладываем в сковородку или в небольшую кастрюлю слоями лук, майонез и кусочки рыбы. Последний слой должен состоять из лука и майонеза. Заливаем водой так, чтобы верхний слой был вровень с водой. Добавляем специи и соль по вкусу. После закипания варим на медленном огне 15-20 минут. Подавать такую рыбку можно как в горячем, так и в холодном виде. А гарнир к рыбке выбирайте сами. А я приглашаю вас во второй день меню. На завтрак сварю пшеную кашу на молоке. В кастрюлю или в сотейник наливаем 4 стакана молока. У меня объем стакана 250 миллилитров. Получается 1 литр молока. Добавляю соль по вкусу и сахар. Включаем газ и ждем закипания молока. В кипящее молоко засыпаем хорошо промытое в холодной воде пшено. 1 стакан. И часто помешивая варим на слабом огне 20-25 минут. По готовности накрываем кастрюлю с кашей полотенцем и оставляем так на 15-20 минут. Добавляем сливочное масло и наслаждаемся вкусной и полезной кашкой. А на обед и на ужин у нас все то же самое, что было в меню вчера. За лайк и подписку обняла. Всем пока-пока!